Казироги, рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лекцер. В данном видео хочу вам представить Тороскоп на сентябрь 2018 года. Работать буду сегодня с Торосоку на притяжение. Калда очень информативная, но отличается от классики. Не только с позиции своего визуального ряда, но и с позиции толкования трактовки арканов. По традиции расклад вам покажет общую атмосферу месяца, а также события, которые наиболее вероятно отыграются у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести данный месяц. Хочу напомнить, что расклад выполняется для широкой аудитории. Он не может однозначно проиграться абсолютно для каждого из представителей знака Зодиака Казирог. Поэтому многим из вас необходимо смотреть свой Тороскоп по Асценденту на дальней карте. Как его вычислить? Вбивайте, пожалуйста, в Google программа для расчета Асцендента. Вбивайте все свои данные и вы узнаете, где находится ваш Асцендент. В каком знаке? Ну, как вариант. То есть по знаку Зодиака вы Казирог, а Асцендент, например, у вас может быть Водолея. То есть вы смотрите Тороскоп для Казирога, смотрите Тороскоп для Водолея и смотрите, по какому из знаков у вас события в жизни отыгрываются наиболее, скажем так, реалистично. Итак, общая атмосфера месяца, события, которые произойдут в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, ну, рука потянула сама два аркана, поэтому как падает, так и озвучиваем. Итак, общая атмосфера месяца. Паж Пентакли. По Пажу Пентакли, это называется учиться, учиться еще раз учиться. Карта нового опыта, новых знаний, новых идей, обучения. Вообще могут быть абсолютно новые венья, то есть смена профориентации, квалификации, курсы, тренинги, семинары, вебинары. Все, что угодно, все, что повышает и развивает вас личностно, мотивирует и, скажем так, да, заставляет вас не только думать, но и реализовывать ваш потенциал, ваши идеи. Поэтому по Пажу Пентакли здесь, конечно, могут быть и траты, связанные с этим обучением, да, с этими курсами, тренингами и семинарами. Но впоследствии этот аркан говорит о том, что накопленный опыт, не зря, скажем так, вы в него вкладываетесь, инвестиции перенесут свои плоды. Так, что вас ожидает в плане работы? Ну, в плане работы тройка жезлов, это вообще рабочая карта. Основной ее принцип гласит, что посеешь, то и пожнешь. То есть чем больше вы будете усерднее стараться, тем больше для вас будет отдача. То есть если вы видите, что есть перспективы, например, карьерного роста, либо с позиции, там, не знаю, каким-то образом увеличить себе зарплату за счет, там, процента, премий, надбавок, делайте для этого все возможное. Потому что по этой карте у вас сейчас, знаете, как непаханное поле работы. То есть у вас есть все перспективы для того, чтобы заложить фундамент на дальнейшее будущее. Если на текущий момент вы безработный, здесь есть перспективы трудоустроиться. Если вы наемный работник, кажется, работа кипит, все продвигается вперед. Если у вас собственный бизнес, это вы закладываете фундамент реализации каких-то идей. То есть вы можете закупать товар, можете подписывать новые договора и деловые какие-то вот контракты, да, которые впоследствии принесут вам какие-то плоды. Давайте посмотрим, что же с позиции финансов. С позиции финансов. Четверка Пентакли. Карта и так финансовая, да, карта стабильности. Это не только сохранить то, что вы имеете, но и желание приумножить. Но, так как вот здесь написано слово пароль, да, password, либо вы будете каким-то образом, скажем так, не афишировать ваши финансы, то есть скрытие от налогов, неуплата налогов, либо в целом какой-то неофициальный источник доходов. Либо каким-то образом будете пытаться скрыть свои доходы, не знаю, там, от ваших близких, либо в целом, да, не знаю, там, от проверяющих инстанций. Но по этому аркану это однозначно у вас будет стабильность в финансах и улучшение ваших финансовых позиций. В плане здоровья, по восьмерке мечей, ну, здесь однозначно ситуация, во-первых, здесь выскованы рядом обстоятельства, то есть сама по себе ситуация депрессии, каких-то переживаний, либо выхода из кризиса. Вы знаете, вот дождь это просто указание на ваши эмоции, что-то вас будет ядрить изнутри, и это будет сказываться на вашем здоровье, именно ваш эмоциональный фон. Потому что сама по себе восьмерка мечей, мы ссудим не только с трактовки, да, классики, но и с позиции прорисовки аркана, здесь она указывает на угнетенное состояние духа. То есть она может быть вследствие какой-то вот респираторной болезни, по восьмерке жезлов очень часто такое бывает. Но, тем не менее, это не критично. Что ожидает вас в плане личной жизни? Здесь у нас падает двойка мечей. Ну, сама по себе ситуация нашла коса на камень, карта противостояния, если вы в отношениях или в паре. Когда вы будете каждый пытаться отставить свои интересы, скажем так, какие-то свои позиции и не идти на компромисс. Если же на текущий момент вы свободны, то здесь нет перспектив для построения отношений, потому что даже если и будут какие-то новые знакомства, вы будете понимать, что человек вам в принципе не подходит. Ни с позиции взглядов, ни вот эмоционально, то есть нет духовного родства, поговорить не о чем. Человек вас не цепляет своим ментальным уровнем. Ну и давайте смотреть с позиции совета. Выпало здесь у нас с вами два аркана. Так, ну начнем с шестерки пентаклей. Шестерка пентаклей. Здесь идет указание финансовых трат на вашу зависимость. То есть, да, вот табакокурение, алкоголь, либо там переедание. То есть какие-то, скажем так, мелочи, нюансы, которые нам приносят мимолетное удовольствие, но при этом, скажем так, бьют нам по карману. Так вот, как говорит аркан, во-первых, вы сами заложник текущей ситуации, все можно исправить. Не сидите, ну так не на игле, да, не сидите на вот этих вот вредных веществах, чтобы это не было там переедание, табакокурение, алкоголь. То есть здесь, во-первых, вы сможете сэкономить, во-вторых, как говорит карта, вы можете избавиться от ненужных для вас вредных привычек. Совет пересмотреть, скажем так, свой образ жизни. И об этом же говорит сопутствующий аркан, пятерка жезлов. Пятерка жезлов, вы знаете, как ветер перемен, переменится мука будет. То есть какое-то событие, какие-то перемены, которые напрямую зависят от вас. Ну давайте даже дотяну вам еще одну карту, с чем это будет запряжено, с чем это будет связано. Возможно, видите, именно по этой причине ваш эмоциональный фон настолько угнетен, потому что вам крайне тяжело будет от чего-то отказываться. Ну вот, например, вы начали здоровый образ жизни, бегать по утрам, менять свой режим дня, график, либо переходить на правильное питание. И для вас это просто, знаете, такое тяжелое депрессивное состояние, пока вы не вольетесь в этот ритм. Вот, по карте Луна. Это вот карта эмоциональных переживаний, страхов, какого-то, знаете, когда вы себя накручиваете, карта депрессии, угнетенного состояния духа. Но опять же, я говорю, вот это связано с зависимостями, потому что Луна это еще карта зависимости. Не только эмоционального характера. И самое главное, о чем говорит Аркан, все проблемы у вас в голове, потому что Луна это еще карта подсознания, работы с подсознанием. То есть все это вы можете проработать при желании и избавиться от ваших страхов, ваших зависимостей и ненужных, и отягощающих вас обстоятельств. То есть все только в ваших руках. С позиции месяца, смотрите, старших Арканов нет. Месяц для вас не является значимым, он проходящий, но он не является негативным. Прошел у нас, скажем так, парад ретроградных планет, затмений, поэтому все теперь устаканивается и выходит в нужное русло. Вот таким вот у нас вышел расклад. Отписывайтесь, пожалуйста, впоследствии, как у вас проигрываются, либо не проигрываются расклады. Я вам буду крайне признательна за обратную связь. Для тех, кто хочет получить мои индивидуальные консультации на платной основе, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну а я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.